Здравствуйте! В эфире Лицкого телевидения информационная программа события в студии Александра Бурч. Начинаем выпуск с анонса тем материалов наших корреспондентов. Еще один спортивный объект преображается. В Лицком училище Олимпийского резерва сегодня состоялось торжественное открытие спортивно-тренировочного корпуса. Подводят итоги работы за год и определяют задачи на ближайшую перспективу. На личине проходит семинар-совещание методологического совета Министерства финансов Республики Беларусь. Спортивный накал и яркая победа. Лида принимала финал мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. Новые возможности для развития большого спорта в регионе. В училище Олимпийского резерва сегодня состоялось торжественное открытие спортивно-тренировочного корпуса, который включает в себя четыре современных, хорошо оснащенных залы для занятия спортивной борьбой, тэквондо, тяжелой атлетикой и общей физической подготовкой. Педагогов, тренеров и спортсменов, учащихся с этим событием, поздравили председатель Гродненского обл. исполкома Владимир Караник и председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник. Вообще известно для того, чтобы взойти на спортивный Олимпий, надо иметь талант, надо очень много работать. Надо, чтобы рядом были очень грамотные и профессиональные человечные наставники, тренеры. Но, конечно, надо иметь современную спортивную базу. То, что у вас есть талант, мы нисколько не сомневаемся. Рогинская земля, в принципе, богата на спортивные таланты. То, что рядом с вами есть люди, готовые помочь, готовые научить, готовые поддержать, помочь восстановиться после поражения, добиться победы, мы тоже не сомневаемся. Но вот с материально-технической базой, конечно, вопросы были. И мы хотим, чтобы действительно школа Олимпийского резерва создавала все условия для того, чтобы те, наше юное поколение спортсменов, которые имеют задатки действительно олимпийских чемпионов и призеров Олимпиад и международных турниров различного уровня, имело возможность реализовать свой потенциал. Имело возможность добиться самых высоких целей. И уже, даже если я на ваш юный возраст, вы уже не раз обеспечили, защищали цвета нашего флага. Дали возможность над серьезными спортивными сооружениями звучать белорусскому гимну. И я уверен, что самое лучшее, самое значимое спортивное достижение у вас впереди. Стоит отметить, что реконструкция Лидского филиала началась в 2011 году и полностью не завершена. За три первых этапа на эти цели из областного бюджета направлено более 4,5 миллионов рублей. Впереди благоустройство и реконструкция стадиона и территория училища. В завершение рабочего визита глава области посетил предприятие Белсалтрейд. Об этом мы расскажем завтра в информационном выпуске программы события. К другим новостям. В регионе проходит двухдневный семинар совещания методологического совета Министерства финансов Республики Беларусь. В нынешнем году он проводится на базе Лидского колледжа имени Янки Купалы. В нем принимают участие представители главного государственного казначейства Министерства финансов и начальники управлений государственного казначейства главных управлений Министерства финансов по областям и городу Минску. Возглавляет работу семинара совещания заместитель начальника главного государственного казначейства, начальник управления исполнения бюджета Тамара Грузинская. В ходе открытого диалога будут подведены итоги работы за год и намечены планы на ближайшую перспективу. Казначейство занимается не только расходной частью и предварительным контролем за использованием бюджетных средств, но очень большие задачи стоят по консолидации бюджетных средств, переводу средств на единый казначейский счет, внебюджетных средств бюджетных организаций по всей стране. И вот это один из таких глобальных вопросов, который со следующего года будет внедрен в жизнь, это перевод внебюджетных средств всех бюджетных организаций, всех уровней бюджета на единый казначейский счет. Те проблемы, те вопросы, которые возникают в процессе казначейского исполнения, также будут рассмотрены, обсуждены, какие-то выработаны подходы для дальнейшего совершенствования работы казначейской системы. Перед участниками семинара совещания выступила начальник управления экономики Лидского райисполкома Тереса Павлючкова. Она рассказала об экономическом потенциале Лидского района и перспективах его развития. Было отмечено, что одной из приоритетных задач социально-экономического развития региона является улучшение качества жизни населения и рост его благосостояния. Напряженная борьба за чемпионство прошла в Лиде. В зале спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» в третьем поединке 32-го чемпионата Беларуси по баскетболу столкнулись две команды – Минск и Гродно-93. Первые два этапа состязаний прошли в столице. Тогда хозяева спортивной арены с небольшим отрывом дважды одолели соперников. Смогли ли игроки из Гродно отыграться уже на своей территории, где их активно поддерживали земляки, узнала наша съемочная группа. В прошлом году в зале спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» провели дорогостоящий ремонт. Одним из его этапов стала замена старого напольного покрытия на новую семислойную доску. Ремонтные работы влетели в копеечку, зато по итогу в Лиде стало возможным проведение состязаний любого уровня. В этот раз оценили обновленную площадку игроки лучших баскетбольных команд Беларуси. К слову, к спортивной сфере наличие внимания повышенное. С каждым годом совершенствуют все больше ее объектов. Если вообще оценивать базу, в принципе, спортивную в Лиде, то замечательная база. Два замечательных спортивных комплекса. Рядышком тут же стоит стадион с легкотетическими дорожками, с полем футбольным, искусственным. Более того, и по городу, в принципе, еще есть ряд спортивных объектов. И недавно три сконструировали бассейн. Поэтому город развивается с каждым годом впереди на ближайшие два года. Опять-таки, в планах также строительство, либо реконструкция новых объектов спортивных. Поэтому все создается для того, чтобы ребятам реализовывать потенциал. Но населению просто удовлетворить именно те потребности в занятиях физической культуры и спорта, которые есть у населения. Поэтому я думаю, что Лида в этом плане молодцы большие и находится вообще в топе, если братья вообще среди всех городов нашей области. И даже хочу сказать, что по многим объектам опережает. В спортивном зале настоящий накал страстей. На кону звание чемпионов, которое команда Минск 15 лет отвоевывала у других белорусских команд. Для игроков Гродно-93 сейчас представилась возможность подвинуть соперников с лидерского пьедестала. Дважды они с этой задачей не справились. До победы в предыдущих поединках баскетболистам не хватило буквально пары очков. Поэтому матч в Лидии особенно важен. Здесь команде нужно выложиться на 110%. Много готовились, разработали новую тактику. Сделали изменения в защите и результат не заставил себя ждать. В самом начале игры Гродно-93 активно забрасывают, оставляя Минск позади. Однако соперники расслабиться не дали. Счет уравнялся быстро. Дальше команды шли нога в ногу к победе, держа отрыв в среднем в 2-3 очка. В период такой сложнейшей борьбы особенно важна поддержка болельщиков. А их в зале собрались целые трибуны. Кто-то болел за игроков из столицы, но большая часть присутствующих желала победы Гродненцам. Классная, насыщенная, очень живая игра. Вообще супер все. И организация классная. Мы боялись за Гродненцем. Хотим еще раз, чтобы игра одна была у нас тут посмотреть. Мы приехали из Гродно. Очень классная атмосфера. Советую, реально очень классно. Гродно играет везде. Да, просто супер. Данный матч меня очень поражает. Гродно-93 Минск. Очень хорошая игра. Лучшая команда. Все очень круто. Классно, что такие мероприятия проводятся в нашем городе Лида. Хотя это Гродно-Минск, посадят Гродно. Поэтому мы болеем за Гродно. Ну и у нас есть свои знакомые, которые играют с Лидой за Гродненскую команду. Поэтому болеем за наших. Мы болеем за Гродно-93. Мне очень нравится игра. Впечатления классные. Очень много людей. Это впечатляет. Особенно хотелось отметить группу поддержки. И мне очень нравится их поступление. Конечно, я болею за команду Гродно-93. Потому что я сама из Гродно. И у меня также друг выиграет в этой команде. Моего друга зовут Влад Швакель. Уверена, что его вклад принесет победу нашей команде. Мы на баскетбол пришли в первый раз. Сами из Гриды нам очень нравится. Очень, на самом деле, захватывающая игра. Я думаю, после сегодняшнего матча мы еще будем также увлекаться этим видом спорта. Мне очень нравится стопатисты. И самый, наверное, классный игрок – это игрок с вами Лиду-Ду. И я думаю, что после этих соревнований я и дальше буду увлекаться в спорту и следить за этим спортом. Практически вровень команды продолжали идти до самого конца матча. Однако Гродно-93 на три очка опережали соперников. Казалось бы, победа за потопечными Дмитрия Кузьмина. Ситуацию изменил невероятный сверхдальний бросок Даниила Борисевича и столичной команды, который сравнял счет. Противостояние ушло в овертайм. У команд было всего пять минут, чтобы вырвать победу в третьем поединке. Колоссальная поддержка болельщиков, игра на своей земле, полная дача баскетболистов или профессионализм тренера. Неизвестно, что больше всего повлияло на результат. Но этот матч Гродно-93 завершили в свою пользу. С сегодняшним результатом это мы точно довольны. Плохо выступили в Минске и сегодня хотели реабилитироваться, что мы сделали. Надеюсь, дальше будет больше. Нам осталось еще, в общем, две победы. Мы очень на них надеемся. Настраивались очень серьезно, потому что это серьезный соперник, который играет в лиге ВТБ. Нам нужно больше дорожить мячом. Мы очень много даем им забить легких очков. Если мы это исправим, у нас будет вообще все хорошо. Нам очень нравится. Ну, мне, по крайней мере, очень нравится. Здесь хороший зал. Люди приехали нас поддержать. Очень приятно. В общем, здесь все хорошо. За спортивными баталиями все это время наблюдали представители власти. Председатель Гродненского обл.исполкома Владимир Караник, который сам с удовольствием в свободное время участвует в баскетбольных турнирах, а также глава Лидского района Сергей Ложечник. Внимательно следил за игрой и Максим Рыженков. Первый заместитель главы администрации президента Белоруссии и председатель Белорусской федерации баскетбола высоко оценил прошедший матч и способности игроков. То, что Гродно показало, ну, это просто бери. Я считаю, что шестой болельщик от трибуны сегодня Лицки – это большая часть успеха такого, который сегодня произошел. Я поздравляю и Гродненчан, и Личан с этой достаточно великолепной, хорошей, классной победой. Гродно показало сегодня свою выдержку, нацеленность, устремленность, а Минс немножко расслабился. Так, собственно говоря, и надо. Вот теперь, чтобы ему вернуть свои, надо немножко напрячься, собраться и попробовать. А Гродно даст ли себя обыграть в следующий раз, еще неизвестно. Борьба за звание чемпионов продолжается. Следующий матч пройдет здесь же, в Лидии, 24 мая в 17.00. Он может стать решающим. Если команда из Гродно победит, то «Золотая серия» продолжится еще одной игрой в столице, где у Гродницев будет возможность завоевать титул лучших баскетболистов в Беларуси. Прокуратура Лидского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего лидчанина, который обвинялся в мошенничестве, совершенном повторно в крупном размере организованной группой. Так, участниками организованной группы сообщались потерпевшим заведомо ложные сведения о случившихся ДТП, виновниками которых являлись их родственники. Потерпевшим предлагалось передать деньги курьеру для непривлечения к ответственности их близких и оказания медицинской помощи пострадавшим. Роль обвиняемого по делу заключалась в оказании курьерских услуг. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично, указал, что действительно на одном из сайтов нашел информацию о подработке в качестве курьера. Посредством сети интернет все свои действия согласовывал с куратором, который указывал на место жительства потерпевших, у которых необходимо получить денежные средства и перечислить на соответствующие расчетные счета. Данное поручение обвиняемый выполнял и при очередной попытке перечисления денежных средств был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В судебном заседании обвиняемый не отрицал факты получения денежных средств от потерпевших, однако утверждал, что не был осведомлен о противоправности своей деятельности, считая, что выполняет трудовые обязанности. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Лицкого района постановил обвинительный приговор. На основании санкции части 4 статьи 209 Уголовного кодекса несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 10 базовых величин, что составляет 400 рублей. К основному виду наказания в виде лишения свободы применена отсрочка его исполнения сроком на 3 года. В пользу потерпевших с обвиняемого взысканы около 14,5 тысяч рублей. В случае отсутствия у несовершеннолетнего обвиняемого доходов или иного имущества для возмещения постановлено взыскать денежные средства с его родителей. В Беларуси стартует акция ГАИ – «Внимание, дети!». А это значит, что с 25 мая по 5 июня нужно будет ездить с включенным ближним светом фар в светлое время суток. Инспекторы также напоминают, что в преддверии летних каникул водители должны быть особенно внимательны при проезде пешеходных переходов вблизи учреждений, образований и во дворах. Отдельная просьба к родителям – объясните детям, как правильно вести себя на дороге и где безопасно играть. В данный период сотрудники госавтоинспекции будут пресекать и выявлять нарушения непредоставления преимуществ в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также игнорирование водителями включения ближнего света фар. Напомним, что за игнорирование включения ближнего света фар в период проведения специального комплексного мероприятия предусмотрена административная ответственность до трех базовых величин. Уважаемые родители, напомните в летний период своим детям о соблюдении правил дорожного движения, напомните о правилах дорожного движения при управлении велосипедами, а также средствами персональной мобильности. Ну и, конечно же, будьте примером на дороге для своих детей. У меня все новости к этому часу. Следите за новостями региона на информационных площадках Лида-медиа-компании. Подписывайтесь на Лидскую газету и оставайтесь на Лида-ТВ. Сразу после информационной программы события смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова